Не пропустило! Скольжение по асфальту, осудили за разбой с револьвером и выпал на ходу. Привет, друзья! Эксклюзив и неподдельные эмоции в месте происшествия. Расскажем о событиях города и области. Все то, о чем вы спрашиваете, в том числе и в соцсетях, в наших пабликах ВКонтакте, Телеграм-канале и так далее. Каждый день новые видео. Сегодня днем на перекрестке улиц Труда и Свободы в Кирове произошло ДТП. Девушка-водитель Ниссана, вопреки знаку «Уступи дорогу», на приличной скорости выехала на пересечение дороги и подставила бок водителю серебристого кроссовера. По предварительным данным, пострадавших нет. Если не считать нервные клетки пассажира Ниссана, он сразу после удара схватился за голову. В этой ситуации жалко водителя Хонды. Он не виноват, а его машина повредилась. Хмурое утро в городе началось с аварии на перекрестке улиц Щерса и Попова. Судя по кадрам, с видеорегистратора очевидца водитель универсала планировал повернуть налево. Однако маневр он не завершил и вынужден был резко нажать на тормоз. Еще мгновение и в кадры появляются скользящие по асфальту мотоцикл и водитель в шлеме. Последний даже после отнюдь не мягкой посадки смог подняться на ноги. Теплая погода увеличивает количество ДТП с мотоциклистами. На дороге Слободской-Нагорск водитель Лады 99 модели не справился с управлением и выехал в Кювет. Больше информации об этой и других авариях за сутки в нашем обзоре. Кадры последствий ДТП очевидца сняли на камеру телефона. Кто-то знатно ушел ночью сегодня. Судя по следам на обочине, перед приземлением в Кювете седан развернуло. Вон там вот след... Тут походу по следам-то он боком на одном колесе пролетел... Тут вон есть третий столбик... Тут нету третьего столбика. Четко кто-то улетел... Информации о пострадавших нет. Возможно, участник аварии не оформлял происшествие. А вот в ДТП в Порошино без травмированных не обошлось. По данным ГИБДД, 20 сентября там столкнулись Рено Логан и ВАЗ-2112. В результате медицинская помощь понадобилась 54-летней женщине-пассажиру хэтчбека. Медиков пришлось вызывать и на место ДТП на улице Преображенской в Кирове. Вечером там стукнулись Лады Калина и мотоцикл «Стелс». Водитель двухколесного транспорта обратился за помощью медиков. На Макаревском кальции дальнобойщик пытался вписаться во внутренний радиус, но не получилось. Прицеп частично оказался за пределами проезжей части. Сергей Пичугин. Место происшествия. В Кирове осудили любителя револьверов Романа Смагина. Мужчину обвинили в разбое, вымогательстве и похищении человека. Осужденный прихватил с собой два ствола, монтировку и пригласил знакомого в лес на прогулку. Там зловомышленник напал на потерпевшего, забрал деньги, а потом и вещи. Задержан за совершение преступления, предусмотренного частью 162-й. Со статьи 162-го Кирова. Вину свою? Признаю полностью. Расскажешься? Расскажешься. Роман обжаловал решение суда, но областной суд менять приговор не стал. Очевидцы сняли кадры пожара на Филейке на улице Дзержинского. Приехали тушить пожар в мусорке. На Дзержинского 7. По их словам, сотрудники МЧС быстро справились с задачей. Люди и животные не пострадали. А вот мусорный контейнер, скорее всего, придется заменить. Ну а теперь топ народных видео. На улице Ленина рассмешил очевидцев пассажир Лады Калина. В момент, когда машина проезжала перекресток, мужчина открыл дверь и выпал из салона прямо на асфальт. Ох ты, ***. Это сходу. Ладно, снять машину. И побежал. Регистратор. Видно, что второй пассажир тоже удивился такому прыжку, но он не стал догонять экстремала, а сел обратно в ладу и продолжил путь. На улице Упита повздорили автор видео и женщина-водитель Киа. Перед поворотом налево дама немного пересекла середину дороги. Этим самым она загородила путь очевидцу. Срочно по чашке чая, смятая этим водителям. На перекрестке проспекта Строителей и улицы Рима-Юровской возмутителем дорожного спокойствия стал водитель Мазды. Он был совершенно уверен в том, что после поворота из правого ряда можно занять любой ряд, и при этом ему все должны уступить дорогу. А в правилах написано следующее. Из какого ряда поворачиваешь, тот ряд и занимай после маневра. И снова перекресток у остановки Ипподром. Доставщик на велосипеде решил в последний момент повернуть. Причем после маневра он оказался не в положенной полосе или тротуаре, а на встречке. Экстремал едва не попал в ДТП. В последнее время часто присылает видео с такими рискованными трюками от курьеров. Кстати, увеличилось и количество аварий с их участием. На улице Щерса произошел конфликт между пешеходом и водителем Нивы. Первому не понравилось, что ему перекрыли путь второму, что ударили по стеклу его автом, да еще и нагрубили. У этой истории счастливый конец. Драки и порчи имущества не произошло. Пешеход извинился. И на этом у нас все. Ждем ваших реакций и комментариев под нашими постами. А если вы сняли что-то интересное, присылайте видео по этому номеру или почте. Остерегайтесь телефонных мошенников и пьяных водителей. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok